МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Для нового билета вам понадобится паспорт. Водительское удостоверение не подойдет. С документом, удостоверяющим личность, вам необходимо прийти в администрацию города в отдел обращений граждан, который находится на первом этаже. В 124-м кабинете вам ответят на любой вопрос. Если вы взяли с собой сопутствующие документы, то, скорее всего, удастся в тот же день попасть на прием к начальнику отделов, чьи компетенции рассмотреть и решить ваш вопрос. Если нет, то сообщат, когда прийти, и за день позвонив напомнят. Однако многие жители хотят сразу оказаться на личном приеме у главы города. Желающих сотни, но мэр один. Мы никому не отказываем в записи на личный прием. Для начала мы беседуем с гражданином, уточняем цель прихода, потому что каждый второй, когда приходит к нам, они все желают записаться в главе. Хотя до этого нигде ни у начальников управления, ни у заместителей не были. Тут же мы по телефону связываемся со специалистами того или иного отдела, приглашаем сюда, проводим консультацию, чеку предлагаем собрать документы. Так поступила Елена Федоровна, отправилась по совету специалистов к заместителю главы по вопросам здравоохранения. Для внучки очень нужна была прогулочная инвалидная коляска. Мама Виктории переехала с ней из Юровки в Анапу, чтобы каждый день на 20 минут возить ее в детский сад на занятия с логопедом. Поэтому детская коляска девочке жизненно необходима. Сначала я написала письменное заявление, это письмо написала. Меня вызвали в Белый дом, потом нам выделили денюжки, и вот мы купили коляску инвалидную для девочки. Обратиться с вопросом к мэру можно, не выходя из дома. В интернете на официальном сайте администрации есть виртуальная приемная. Она является дополнительным средством для обращения к главе. Виртуальная приемная у нас работает с понедельника по пятницу с 9 до 15. Обращение регистрируется, далее передается главе муниципального государства, для наложения резолюции. После этого заявитель в течение 20 дней получает письменный ответ по почте, а также на электронный адрес. Коммерческие предложения от юридических и физических лиц не относятся к категории обращения граждан. Здесь есть важные требования. Электронное сообщение не должно содержать вложенных файлов, а длина сообщения не должна превышать 10 тысяч символов. В виртуальную приемную однажды написал Михаил Старицын. Он от лица жителей хутора Бужор просил о капитальном ремонте дороги. После обращения в виртуальную приемную главы, вот в том году, в 2013, только в августе месяце сдвинулось, это с мертвой точки, и в сентябре вот они закончили, часть дороги прошли, но до Бужора полностью ее не довели. Еще километра полтора осталось разбито. Если бы еще сделали тот участок дороги, было бы вообще замечательно. Мы решили проехать поближе к хутору. По вопросам благоустройства дорожного покрытия, за прошлый год в органы местного самоуправления поступило 427 обращений. По пути мы встретили Валентину Андреевну. По делам и на работу пенсионерка ходит в станицу Анапскую пешком. Я туда пешая прошлась, зубы вставляя, и оттуда чат. Сколько у вас времени уходит на дорогу? Ну, видишь, я как быстро хожу. У меня меньше часа. Садитесь, подвезем. Все объемы и все объекты, которые были по тем или иным причинам, но в основном связаны с тем, что программа была четко в рамках определенных сумм, были не закончены. Мы планируем и думаем, что нам удастся все это дело завершить в этом году. Деньги в бюджете на программу софинансирования заложены. То есть желание и у главы, и, естественно, у команды довести начатое дело до конца есть, включая и те вопросы, которые по хутору буржу. В отдел обращений можно принести коллективно написанное заявление. Приходить всем гражданам на личный прием не обязательно. Вызовут одного или нескольких активистов. Так Иван Пыжов от лица всех жильцов дома по улице Терска, 39, обратился с вопросом о помощи в проведении капитального ремонта. Сергей Павлович пообещал нас включить в программу. То есть то, что мэр обещал, Сергей Павлович, что он сделал. Он включил программу нас в капитальный ремонт, полностью отопление, и была заменена канализация полностью. То есть все инженерные сети подвала были заменены. Также установлен пункт по учету тепла. В прошлом году в администрацию поступило 4308 письменных обращений. На первом месте вопросы ЖКХ, на втором вопросы земельно-имущественных отношений и жалобы на низкое напряжение в электросетях. В этом году тенденция изменилась. Если в прошлом году на этот момент у нас было 586, то на сегодняшний день их 165. Также сейчас у нас сократилось количество обращений граждан и на записавшихся на прием, по личных вопросам. Также идет большое сокращение по вопросам архитектуры градостроительства. Ввиду того, что сократился срок выдачи документов, то есть разрешения на строительство, ввод в эксплуатацию. Зная о всех способах обращения в орган местного самоуправления, теперь выбрать удобный не составит труда. Можно уточнить любой вопрос и по телефону 315-61. А если по состоянию здоровья вы не можете сами прийти, то письменное обращение, копии нужных документов и фотографии можно отправить по почте, адрес на экране. На этом все. Эту и другие программы смотрите на сайте Анапа-Регион. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова